Вы могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке? Потому что вы их называете республиками, а в Минских соглашениях их нет. И если можно, газовая война будет, а то складывается впечатление, что вы не планируете нам отдавать 3 миллиарда долларов, согласно решению арбитража. Говорите о дешевом газе, а мы помним, что самое дорогое для Украины это российский дешевый газ. Спасибо. Итак, расформирование этих органов управления, затем газ, да? И что ещё? 3 миллиарда. А, 3 миллиарда. Значит, смотрите, что касается Минских соглашений и расформирования, как вы сказали, органов управления в непризнанных республиках. Первое, что хочу сказать. Представлявший Украину в Минске, после чего возникли вот эти минские соглашения, бывший президент Порошенко Пётр Алексеевич, он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроём. А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вот я вскрою, так сказать, подноготную наших переговоров в Минске. Но всё-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует. Это первая часть нейтрализованского балета. Вторая заключается в том, что там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это, по-моему, как раз очень демократический способ организации органов власти. Третье. В самих Минских соглашениях есть указания прямо на то, что является правом этих республик, на что они могут, имеют право претендовать. Там всё прописано. Сказано и про язык, и про местную милицию, и так далее, и так далее. Значит, это следующий аспект. Заключается в том, что там есть, вот сейчас я подойду к спорным моментам, я не буду здесь ничего скрывать, здесь нет необходимости это делать. И российская общественность, и украинская должны знать, о чём там идёт речь. Есть пункт, который говорит о выводе наёмников и иностранных войск, и о закрытии границы. Закрытие границы в соответствии с Минским соглашением должна начаться на второй день после проведения выборов. И закончится только после всеобъемлющего политического урегулирования, которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление этим республикам таких прав, которые в Минских соглашениях прописаны. Вот когда это будет сделано, тогда и будет полное закрытие границ. И, наконец, что касается вывода иностранных войск. Ну, там нет иностранных войск. Там есть местные, да, там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных. Значит, мне всё время задают вопрос, откуда у них танки, тяжёлая артиллерия? Послушайте, вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия. Причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу вас, вот хочу обратить на это ваше внимание. Что касается наёмников, ну да, я вот сейчас в Париже сказал, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. Ну, давайте будем разбираться с этими наёмниками. Но они не составляют основу этих вооружённых формирований. Но знаете, в чём самая главная проблема? Я вам говорю совершенно искренне. Самая главная проблема заключается в том, что нет желания, и до сих пор как-то оно не просматривается, решать этот вопрос в диалоге с людьми. Не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом. С помощью танков, артиллерии и авиации. Я бы сказал, авиацию применяли. Там действующий президент Украины говорит, какую авиацию. Он забыл даже об этом, не знаю. Применяли. Понимаете? Вот когда мы избавимся от этого, или руководство Украины избавится от, на мой взгляд, абсолютно ошибочного подхода в принципе к решению проблемы, а перейдёт к диалогу, вот тогда можно будет и решить. Ну, записано, там нужно восстанавливать экономическую и прочую инфраструктуру. Взяли своим решением, своим решением и отрезали эту территорию от Украины. Потому что ввели блокаду. Что, Москва, что ли, блокаду ввела? Чикиевские власти ввели блокаду этих территорий. Но здесь тоже, надеюсь, есть подвижки. Уже, как вы знаете, там произошло изменение в этом смысле, по-лучшему. Есть, собственно, случай перехода, там разминирование идёт. Этого недостаточно. Ещё нужно много будет по этому вопросу сделать, чтобы конкретные люди, которые там проживали, жили лучше. Но сделать можно. Вот если встать вот на эту позицию, на позицию договорённости, диалога, то тогда проблема будет решена. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Эта известная фраза «Донбасс порожняк не гонит», она, знаете, она, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений. А, газовая война. Значит, вы сказали по поводу трёх миллиардов. Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств, из Фонда национального благосостояния России, вложенного в украинские ценные бумаги – 3 миллиарда долларов как раз. И есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется. Что касается газовых отношений, это сложная такая, чувствительная очень тема. Значит, мы хотим решить эту проблему. Вот я убеждён, как всё-таки юрист по базовому самообразованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований, сейчас вот сидящим здесь тоже покажет это странно, но это интересно, одно из обоснований решения Стокгольмского суда, там прописано, в связи с тяжёлым экономическим положением на Украине. Ну чушь какая-то просто, ну написали, хоть бы воздержались бы от такой записи. Ну ладно, решение есть, это правда, и мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины, сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инструкторных объектов, таких как Северный поток 1, Северный поток 2, Турецкий поток, будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объёмах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт. При этом хочу обратить ваше внимание на то, что мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт с тем, чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы.